Настоящая овация. Первая из трёх финских спортсменок, заявленных на эти соревнования. Хесенки встречает Лауру Лепесто. Намеренно сделал я небольшую паузу, чтобы вы могли обратить внимание, как встречают одну из своих любимец финские зрители. 20 лет этой спортсменки и среди главных своих достижений можно выделить, пожалуй, прошлый сезон в исполнении этой фигуристки, когда она стала третьей на чемпионате Европы вслед за Каролиной Костнер и Сарой Майер. Ну и лучшей среди финских спортсменок, соответственно. Произведение Карла Дженкинса звучит. Аплодисменты 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 И есть первый каскад из двух тройных прыжков на этих соревнованиях. Два тройных тулупа исполнила финская фигуристка и исполнила очень-очень уверенно. АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 в финской команде не попадал на пьедестал первенств континента. И вот трем спортсменкам Лепесто, Пёкио и Кири Корпи это сделать уже удавалось, и всех их мы увидим на этих соревнованиях. Очень здорово начала прокат с исполнения каскада 3 плюс 3 два тулупа выполнила Лаура Лепесто потом был хороший тройной Витбергер и вот здесь не докрут в один оборот вместо двойного акселя в два с половиной оборота оборотов получилось лишь полтора хотя на общем впечатлении от проката это сказалось не слишком сильно но, конечно, баллы будут поставлены много ниже ибо полтора оборота и два с половиной это очень серьезная разница, если брать среднюю стоимость оценок да и не среднюю тоже, в любом случае за полуторный аксель дается за идеальный прокат за прокат на плюс 3 дается всего лишь полтора балла а за 2,3 полтора это плюс к базовой оценке а тогда как только за нормальное исполнение акселя в два с половиной оборота можно получить три с половиной балла но, тем не менее, естественно, Лаура Лепесто становится новым лидером 56 и 62 сотых балла она первая, кто сумел разменять отметку в 50 баллов причем уйти от этой отметки достаточно далеко